Он говорил, рыбалка, схватка между человеком и рыбой. Нужен серьезный подход, если хочешь чего-то добиться. А как до входа рыбалки, сам ничего не поймал? Невежливо над этим смеяться. Расскажи, откуда ты приехал сегодня? Я приехала с презентации новой инсталляции, которая прошла в пространстве цеха на Варварской, рядом с DreamLaser. И, честно говоря, я не помню, как называется эта инсталляция. Она конда, кажется, от сетапа. И она очень интересная, так что рекомендую вам тоже на нее посмотреть. Что за цех, что за DreamLaser? Я вообще не осведомлен. Ты слышал, что это? Итак, значит, DreamLaser... Да, очень-очень-очень, что такое цех, где это находится. Итак, DreamLaser — это компания, которая создает шоу, основанные на какой-то аудиовизуальной красоте, или на медиа-искусстве, или это могут быть какие-то бизнес-проекты, которые визуализируются посредством лазеров, каких-то световых приборов, и получается, собственно, красиво. DreamLaser помог организовать интервалс в 2019-2020 году, например. И в 2020 году, собственно, месяц назад был фестиваль «Интервалс», который продлился три недели, и в течение этих трех недель открылось пространство, которое называется «Цех». И «Цех» — это новое пространство, в котором будут выставляться как раз-таки инсталляции медиа-искусства. И если первой инсталляцией, которая там выставилась, была работа как раз-таки самого DreamLaser, а также куратора Ксюши Чеховской и нижегородской музыкантки Ани Ли, и все это длилось около трех недель, то сейчас там представлена работа другого российского коллектива, которая называется «Сетап», и она называется «Кажется, анаконда». И работа представляет собой такой большой цилиндр светодиодный, на который направлены разные лазеры, и инсталляция достаточно долгая. То есть я там простояла 15 минут, но все равно не увидела какой-то цикличности, то есть, скорее всего, она длится дольше, чем 15 минут. И, ну, насколько я знаю, она будет длиться тоже около трех недель или дольше. Поскольку я там не работаю, я не могу точно сказать, но в целом рекомендую это увидеть. И это пространство, мне кажется, будет достаточно такой жирной точкой на карте России в плане медиа-искусства. Потому что там регулярно будут выставляться какие-то такие красивые штуковины. Вот. Медиа-искусство, что оно себе представляет вообще? Медиа-искусство... Тебе не захотелось записать, нет? Типа так слушаешь-слушаешь, такой выдохнул, и слишком много информации. Слишком много. Нет, просто я не очень само собой разбираюсь. В этом во всем. И я слушаю и пытаюсь представить, что это. И как-то, не знаю, систематизировать и все такое. Что это в целом вообще? Медиа-искусство. Ну, вообще слово «медиа», оно такое интересное. Вы замечали то, что оно может означать огромное количество вещей. И когда говорят «медиа-искусство», тоже непонятно, что это может обозначать, потому что «медиа» вообще такое непростое слово. Но «медиа-искусство» означает... Я, можно сказать, тоже, наверное, не до конца разобралась, но для меня это синоним аудио-визуального искусства. То есть это искусство, которое аудиально, то есть есть какие-то звуки и визуально. И визуально оно в плане использования каких-то машин, например, лазеров или световых машин, или мэппинг, это проекции и так далее. Можно сказать, что вот есть такая вещь, как современное искусство, что безумно широко вообще, и практически все, что можно... Ну, вообще все можно назвать современным искусством, наверное. И медиа – это тоже вот нечто такое современное. И, господи, как это дерьмо сформулировать. Ну, я понял о чем ты. Типа есть искусство, есть вот эти вот новые технологии. Вот они совмещаются вместе, вот тебе медиа-искусство. Ну, да. До того, как придумали лазеры, вряд ли было какое-то лазерное искусство. Оно ходит в медиа-искусство. Но медиа, видишь, какое слово глобальное, да. И, наверное, медийность была когда-то дудочной или что-нибудь в этом роде. Ну, ладно, короче, новая технология входит в искусство, вот тебе получается медиа-искусство. Ну, да. По-моему, это как-то так звучит. Это просто подмножество, так сказать, современное искусство, которое затрагивает современные технологии. Множество подмножество. Да, множество подмножество. Ты же участвовала в интервале, по-моему, каким-то образом. Интервалс я продюсировала интервалс в этом году. Продюсировала, прям продюсировала. Интервалс, нижегородцы узнали про такое пространство, как цех. Но на самом деле цех и интервалс, ну, они не связаны. Просто DreamLizer — это организаторы интервалс, и DreamLizer — это организаторы цеха. Но интервалс и цех не связаны. Вот так. А как давно проходит интервалс? Я вот не следил за этим совсем. Интервалс в формате фестиваля в этом году проходили в третий раз. В первый раз тоже в нишполиграфии этот фестиваль проходил в 2017 году. В 2019 году я уже присоединилась к команде в качестве куратора волонтеров, и там инсталляции проходили в 12 точках по городу. Помимо этого была какая-то ночная музыкальная программа, образовательная программа и так далее. И вот спустя полтора года интервалс проходит в третий раз в сентябре 2020 года, и я уже продюсирую это событие. Вот как-то так. И в этот раз интервалс проходили тоже в разных локациях. Основная программа проходила каждую неделю в какой-то новой локации. Сначала это была Октябрьская гостиница, и там был мэппинг, потом это была ярмарка, и там была инсталляция в помещении, и там был Као Юкси, художник из Нью-Йорка. Он выставил вот этот куб красивый светодиодный. И на третьей неделе снова был мэппинг под метромостом на вокзале Казанском. В Нишплиграфе было, как там это называлось, ARCC или как-то так? Что там? Название. Там Безумная кризис лазеров. А, ARCC, да. ARCC, мы говорили. Вот это как раз оно, да, это и есть цех. Там очень много места. Там огромное пространство, да, и как раз в этом его преимущество, потому что там можно делать совершенно разные инсталляции и по-разному их как бы помещать. Например, в этот раз немножко тоже переосмыслили это пространство и разделили ту длинную комнату на две, и сейчас там как бы два помещения. Вот, и изначально этот проект ARCC представлялся на Пражском фестивале медиа-искусства в 2019 году. Это крупнейший фестиваль медиа-искусства в Европе, который называется «Сигнал». И как раз туда поехали Ксюша Чеховская с дремлазером из Анили, и они представили эту работу, которая там вызвала некоторый ажиотаж, многим людям понравилось, и сейчас ее представили в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Интервалс», потому что Ксюша Чеховская – это куратор и сооснователь фестиваля «Интервалс», и как бы почему не интегрировать эту историю туда? Я вообще не был готов. На самом деле, там, это, к сожалению, единственная локация, на которую мне удалось попасть. Там была такая интересная простыня, и описание было очень крутое. Так. Про перерождение чего-то там. Я представил, когда читал, пока я ждал ребят, я прочитал разу три, я представлял, ты как, знаешь, как концовка «Космическая Одиссея», где играет, так говорил, Заратустра, и вот там, не знаю, огромный пузожитель какой-то, не знаю, во вселенную летит, и ты себя ощущаешь тем, но я вот как-то не очень впечатлился, не знаю почему. В самой инсталляции, да? Ну да. Типа, мне понравился, ну, первая часть, там, где какая-то такая очень гнетущая музыка, и вот супер. Там везде одинаковая музыка. Раз? Да. О! Вот так вот. Вот ощутился. Вот, вот, я ощутил так, что ты себя, видимо, да, серьезно. Ну да, да, да. Может, в наушниках шел какой-то? Да тут везде разная музыка. Ну, там вообще инсталляция состояла из четырех разных зон, везде одинаковая музыка, и на каждой зоне под эту музыку сделана какая-то красота, вот. И сначала там простенькая, потом посложнее, посложнее, и совсем какой-то хаос. Вот насколько я понимаю, логика такая. Ну да, самое интересное, мне там показалось, как раз-таки, вот, самое первое, как ты сказал. Самое первое, а мне вот показалось самое последнее, впечатляющей. Ну да. Видимо, какой-то. Ну, мне кажется, это какие-то индивидуальные моменты. Ну да, само собой, само собой. Как, в принципе, с современным искусством. Есть такая книжка «Как ходить в музей». Она забавная, потому что, по сути, представляет собой инструкцию того, как ходить в музей. Не помню автора, к сожалению, но можно ее найти там во всяких галереях типа «Арсенала» или «Гаража». Заходите, видите. Она прикольная тем, что там как раз-таки неочевидные советы того, как потреблять искусство в современном формате. И одним из советов является такая штука, что ты приходишь в музей на выставку и выбираешь себе не больше трех объектов, которые тебя зацепили, концентрируешься на них, получаешь от них свои впечатления. И, в принципе, этого достаточно. То есть нет необходимости в том, чтобы ходить по всей выставке и пытаться впитать совершенно каждый объект, осмыслить его. Ты можешь прийти за этим во второй раз и получить новые впечатления. И это я к тому, что, в принципе, вот эта вот инсталляция, арк, она тоже состояла из четырех разных зон. И ты мог прийти и как раз-таки проанализировать одну из них. И не пытаться анализировать то, что тебе не понравилось, а пытаться посмотреть и прочувствовать то, что тебе понравилось, и получить от этого максимум удовольствия. А то, что тебя не зацепило, ну, оставить и, возможно, прийти снова и получить от этого новые впечатления. Как ты стала всем этим заниматься? Ну, так забавно получилось, что вообще в университете я училась не на каком-нибудь пиаре или маркетинге, или училась тому, чем я сейчас занимаюсь. Я сначала учила физику, потом математику. Вот. И для того, чтобы получать удовольствие от какой-то, от своей жизни, я параллельно занималась волонтёрством на разных проектах. Например, очень много лет я была волонтёром в Арсенале. И если это началось с разноски афиш, то потом я стала арт-медиатором, и потом я даже выступала экспертом на какой-то программе на фестивале в Азаре в Арсенале. Тоже рассказывала про арт-медиацию. То есть был какой-то такой вот рост. И помимо того, что я была волонтёром в Арсенале, я ещё занималась тоже волонтёрством на разных фестивалях, типа фестиваль русского жестового языка. И, если вы помните, такой был в Нижнем Новгороде. Это был фестиваль для... Ну, фестиваль русского жестового языка. Этот язык, он... Это язык, которым пользуются глухие люди. И сначала мы, волонтёры, учили этот жестовый язык, а потом работали на фестивале, куда пришли глухие люди Нижнего Новгорода. Это была очень такая открытая, инклюзивная среда, где просто горожане, которые слышат, и горожане, которые не слышат, собирались вместе. И там была прекрасная развлекательная программа, которая была понятна, доступна всем. В общем, это было замечательное мероприятие, которым тогда занимались Натна Хворова и Митя Муровов. Митя Муровов позже занимался инклюзией в Арсенале. Вот. И после того, как я была волонтёром в первый раз, на втором фестивале я уже была каким-то организатором. И был ещё другой фестиваль «Ботаника», знаете, такой, он про экологию. И там тоже я была сначала волонтёром, а потом начался какой-то рост, и в конце концов я стала организатором и стала курировать волонтёров. Ну и, собственно, во всех проектах была какая-то такая история. И, имея такой бэкграунд, я написала организатору интервала с Ксюшей Чуховской, что типа «меня интересует этот проект, давай придумаем, как я могла бы помочь». И она сказала, давай ты будешь заниматься кураторством волонтёров. И настолько меня, не знаю, не знаю, воодошевил этот проект, настолько я им загорелась, что я прям максимально вложилась в него. И это действительно была чудесная история, потому что у нас вся команда состояла из таких людей, работающих чисто на своей инициативе, на вдохновении, на любви к делу. И так получилось, что мы ожидали, что к нам придёт 4,5 тысячи людей, а в итоге пришло больше 20 тысяч людей. То, что нас показывали на Первом канале и на Евроньюз. В общем, фестиваль приобрёл какую-то огромную огласку. И, не знаю, нам кажется, что, нашей команде кажется, что это всё основано на том, что мы все были инициативными и как бы вложили всю душу в дело. Вот, в целом, как-то так я по любви вошла в эту деятельность. Правда? Правда? Про лекторий? Да. Какое место ты занимаешь в лектории «Правда»? Ну, мы с Эдом, с основателем, решили, что я продюсер, хотя мы в шутку перебирали очень много вариантов, потому что мне нужно было просто вписать эти варианты в своё резюме для каких-то будущих проектов. но изначально мы с ним занимались этим, никак меня не называя, просто вот Эд, он основатель лектория, и он заинтересован в том, чтобы организовывать классные, полезные лекции и онлайн, и офлайн. И я, собственно, тоже в этом заинтересована. Но если возвращаться вообще в начало, как мы с ним познакомились, то меня взяли на работу в Теле2 комьюнити-менеджером, и моей главной задачей было создавать оффлайн-лекторий для Теле2, который назывался «Спичка». И мне нужно было делать по 2-3 лекции в месяц на разные темы, про диджитал, про креатив, звать разных активных людей Нижнего Новгорода. Вот, собственно, как вы делаете с подкастом, я бы, наверное, звала тех же самых людей в лектории. И, собственно, у вас была Эльмир или, да, насколько я знаю, кто у вас еще был? Юрка Тихонов. Вот и все. Юрка Тихонов. Вот так надо будет. Нужно в каждом подкасте похвалить Юрку. А мы как? Так и делаем. Делайте свои традиции. Юрка классная. Скажи, пожалуйста, Юра классная. Юра классная. Все. Все знают, что Юра классная. Ну вот, у меня просто был немножко иной формат, чем у вас. Я тоже выглядывала на каких-то интересных людей в Нижнем Новгороде, и тихонько им намекала, типа, может быть, у тебя есть какая-то информация, которую ты мог бы собрать и оформить в виде лекций. Мы могли бы сделать что-то крутое. И таким образом мы четыре месяца, я четыре месяца работала с такими людьми в Нижнем Новгороде, и мы делали классные лекции. А потом настал ковид, и как бы все. И пришлось переходить в онлайн неминуемо. И дальше мы уже с Эдом начали прямо работать вместе постоянно. То есть, если до ковида я занималась спичкой как-то обособленно, и Эд во многом помогал, потому что он основатель лектории, и, естественно, он заинтересован в том, чтобы весь контент был качественным, и все было классно, и он вообще был незаменимым человеком в процессе организации спички, то тут совсем по-другому ситуация стала происходить, потому что это я присоединилась к его работе, это же его лекторий. И я такая, ну давай, будем делать классные лекции вместе. Мы начали вместе искать классных лекторов, и поскольку это онлайн, то мы уже вышли за пределы Нижнего Новгорода, и у нас за те полгода, что мы этим занимаемся, есть лекторы и из Украины. Вот будет через неделю, и из Будапешта есть человек, и, естественно, из Москвы, из Нижнего Новгорода. И очень часто бывало так, что мы вещали из разных городов, типа Эд был в Турции, я в Нижнем, там спикер из Венгрии. В общем, мы расширились, и тоже делаем раз в неделю какие-то такие образовательные лекции для широкой аудитории на те темы, которые нам с Эдом кажутся самим интересными. Вот, и нам интересно готовить лекции, интересно общаться с спикерами, и потом тоже дружить. Такой нетворкинг. И сейчас такой же формат сохраняется у вас, да? Да-да-да. Мы продолжаем искать разных экспертов, но у меня уже немного другая ситуация. Я сейчас нахожусь в поиске каких-то новых проектов и планирую переезд. Поэтому я как бы останусь на связи, именно потому что у нас лекторий в диджитал-формате. Но, наверное, заниматься непосредственно самим лекторием в нишполиграфии я больше не буду. Василий Васильевич, куда ты собираешься переезжать? А как вы думаете, куда? В условиях коронавируса. Куда можно переехать? В деревню. К бабушке, конечно же. Да. Деревенщины. Самое забавное, что я действительно еду туда, где живет моя бабушка. Она живет в Москве. Вот. Ну, все знают эту маленькую провинциальную деревеньку. Москва. Крохотная. Да, такая. Ну, как говорят про нижний, нижний большая деревня. Москва чуть больше. Но тоже деревня. Питер деревня. Ну, вот про большую деревню имеется в виду то, что вот этот мир тесен. Но одна очень мудрая женщина однажды сказала мне, что слой тонок на самом деле. И вот то, что мы все знаем друг друга в Нижнем. Ну, это... На самом деле, Нижний Новгород – это гигантский город. Типа 1,3 миллиона людей. Ну, он здоровый, да. Это огромная цифра. Не ощущается. Ну, когда я, например, была в Штатах и говорила, что я из города, в котором полтора миллиона человек, ну, там, в окрестностях, все такие, типа, что это очень много. То есть я там четыре месяца прожила в месте, где 12 тысяч человек. Ну, и комьюнити у меня там ощущалось чуть поменьше, но тоже оно было какого-то размера, там, небольшого. И вот мы здесь говорим, что мир тесен. Это про то, как раз, что из нашего слоя, где мы общаемся, не так много людей. Ну, или много. Но мы уже примерно ориентируемся в нем. Как дела? Как добралась? Да. Как погода? Это было действительно забавно, потому что я ехала, честно признаюсь, не сюда. Спасибо. Класс. Что, серьезно? Это правда. Спасибо за правду. Спасибо за что-то честно. Да, я Василий позвонил, когда я была в такси. Серьезно. И я честно сказала, что я в такси еду к вам, потому что в тот момент я уже поменяла адрес. Но это прекрасно, что ты перезвонила. Как дальше, вообще, продолжать общение? Ты серьезно забыла, что тебе сегодня куда-то надо? Я помнила, но я потерялась во времени. Я потерялась во времени? Что это за фильм такой интересный, потеряться во времени? Как будто не в такси, а в машину времени. Мне кажется, это твое начало. Я просто потерялась во времени. Все потерялись во времени. Да, мне это... Я только что вернулась из отпуска, и у меня еще траблы с каким-то расписанием. Ничего страшного, абсолютно. Для меня, по крайней мере. И я с ним. Мне тоже хочется взять тебя за руку. Я просто очень волнуюсь. Давайте все вместе. Очень сильно, очень сильно. Давайте возьмемся за руки, чтобы не потеряться во времени. И призовем сюда. Помолимся. Какой пирог? Вишневый. Вишневый. Нет, Вишневый. Вишневый в Твин Пиксе. Да, вот я подумала. Да. Не поэтому, но... Кофе есть, пирога нет. Не такой хороший, как в Твин Пиксе. Как ее звали? Закусочную. Я помню из Твин Пикса, то, что там был боб. И там можно было потеряться во времени. Это тоже. Да, в черных век вами. А еще был белый век. Как так? Серьезно? Ладно. Такой вопрос про переезд, про коронавирус, само собой про все такое. Не стремно? Собираться переехать в Москву, где, как говорят, трупы на дорогах и все такое. Кто так говорит? Конечно, там нет. Ладно. Не знаю. Мне кажется, что у многих людей возникло какое-то онемение по отношению к теме коронавируса. И если в самом начале, в апреле, в мае люди реально сидели на улицах, хотя статистика была, официальная статистика была не такой страшной, то сейчас цифры гораздо больше, но люди тусуются. Например, вот та самая презентация, на которой я была сейчас. Там было много людей. Они были в Москве? Это было до 12, неважно. До 12 это не работает. Вот с 6 до 24 можно, а потом только сиди дома и получай свой... Дома в маске. Дома в маске. Лазером тебе в окно. Вот тебе светопредставление. Мирные жители засыпают, просыпается коронавирус. Да. Да. Нет, естественно, люди были не в масках. И вообще мало где сейчас люди хотят носить маски. И переписываясь с друзьями из других стран, у них такая же ситуация. То есть это повсеместное анимение по отношению к этой теме. Что, естественно, грустно. Потому что одновременно с этим у нас у всех, вот мы сейчас обсуждали с ребятами, какие-то близкие люди начали болеть, но это уже не воспринимается панически. То есть люди такие, ну да, они болеют. Вот у меня знакомая заболела там в мае, и у нее до сих пор нет обоняния, но я все равно не буду сейчас как-то носить маску и особенно оберегать себя, потому что какой-то фатализм у людей возник. И усталость, мне кажется. Ну это само собой. От того, чтобы фиксироваться. Ну, кстати, я вот заметил, что люди вроде более осознанно начали немного себя вести и тусуются в масках. И бабульки, не знаю, в очередях, вот в спаре тогда было, я такой подхожу, она такая, типа, что такое, она такая. И на показах это вам написано, полтора метра на полу. Не знаю, мне как-то некоторым бабушкам просто хочется давать указания. Типа сидят они дома такие. На почту тоже как бы это надоело, надо это идти со всей этой историей. Классно, у бабки появилась новая мотивация выйти из дома. Да, для того, чтобы показать, где твое место. Адреналинчик такой, знаешь, в группе риска, и она выходит и начинает туда. У больной коронавирусом бабки появилась куча поводов выйти из дома. Это как начало какого-то херового анекдота нового. А Нижний на подъеме? Я думаю, что Нижний вообще на огромном подъеме. Мне кажется, у Нижнего огромное будущее. Как-то сюда влилось так много денег и так много талантливых людей, которые, конечно, говорят о том, что хотят переехать отсюда, но они продолжают заниматься культурой Нижнего Новгорода. Я просто вижу, сколько в них мощи, сколько энергии, и они планируют здесь остаться на ближайшее время. И мне кажется, что будет большой рост. по крайней мере в 2021 году. Естественно, из-за 800-летия Нижнего Новгорода. Естественно, само собой. Естественно, потому что очень много денег влилось. Когда еще появится здесь этот денег? Когда еще так много парков переоборудуют? Ну, блин. Ивенты всякие. Слушай, так много всего. Целый год будет суперактивно. Центр 800 чего только стоят. Они очень много всего делают. Центр 800? Да. Ну, то есть они спонсируют большинство чего-то стоящих проектов в Нижнем Новгороде сейчас. Ну, знаешь, я понял, как себя позиционировать. Мы ребята из Нижнего Новгорода, которые ничего не знают про Нижний Новгород и что происходит. И зовем людей просто объяснять нам, что там творится. Сидим такие, ну, что там сегодня произошло в городе? Мы как парни из пузыря. Да, парни из пузыря. Парень из пузыря, там же Джейк Джилленхилл играл совсем юный, да? Да. А потом ему прокололи пузырь и оказалось, что он не умер от этого. Да. Да. Прекрасный фильм. А еще он в Донни Дарка играл. Красный фильм не смотрел. Да, обожаю Джейка Джилленхилла. У меня даже есть кулон с ним серебряный. Мне было 13 лет. Он там красивый? Очень. Джейк Джилленхилл везде красивый. Блин, я сразу вспоминаю, как этот фильм называется? Стрингер, вообще просто сумасшедший. Я его два раза подряд посмотрел. Да. Это правда. Там момент, где он стекло разбивает, вообще просто сумасшедший. Да, он вот этот вот. Да, он орет там у Кулева вообще. Ой, это правда прекрасный фильм. Еще «Октябрьское небо» очень хороший такой, разнеутверждающий. Это фильм про юнца, который стал делать ракеты. Хотя его отец был против. Ну вот все. А, я читал описание, хотел посмотреть, но что-то так не добрался. А еще он хорошо с песиками играет. Есть ролик на ютубе, где Джилленхилл играет с песиками. Да? Типа там он читает вопросики из интернета ему, и у него куча песиков. А, точняк-точняк. Я видела такое шоу, но не увидела, что там Джейк. Я, кажется, знаю, чем я займусь сегодня вечером. Да, да. Хорошие фильмы хорошо не заканчиваются. Хорошие фильмы хорошо заканчиваются. Смертью. В смысле? Чьей-нибудь смертью. Любовь смертью. Ну, это шутка, конечно, но... Апокалипсис сегодня хороший фильм. Смерть Бога. Я вчера посмотрела впервые побег из шоу Шанка. Вот бы Куртс не умер. И мне очень понравилось. И этот фильм заканчивается хорошо. Мне кажется, что фильм прекрасен. Но он тоже заканчивается смертью. Смертью негодяев? Нет, смертью этого. Кто умирает там? Ну, здоровяк, который высасывал негативную энергию. Он же умер вот так, в конце. Это другой фильм. Это «Зеленый милиан». А я что? Ты опять фильмы путаешь? Мои любимые. Это традиция. Я очень люблю Стивена Кинга. Стивена Кинга обожаю. Знаешь, что я люблю? Все фильмы из топ-100 фильмов. И люблю их путать. Там, не знаю, вот этот чувак плывет на лодке и фильм, как там называется, «Кролевство полной луны». Блин, нет, там есть лодка. Не канает, ладно. Там есть лодка. Есть. И очень красивая французская. Там же Морган Фриман победит к Шаушенку. Ну, конечно. Точно. Да. И он заканчивается... А, в смысле негодяи. Там умирает один старичок. Умирает старичок хороший. Да. В середине фильма. Но ближе к концу. Да, но он как раз стал... Не знаю. Там умерло два хороших героя. Старичок. И, ну, его... Суть его смерти была в том, что, типа, людям после тюрьмы сложно социализироваться и все такое. Вторая смерть была смерть юноши, которого главный герой обучил грамоте, но который потенциально мог бы помочь главному герою доказать, что он невиновен. И главный злодей, владелец... Директор тюрьмы как раз-таки убил его очень жестоко, чтобы тот не выпускал главного героя из тюрьмы. У нас сегодня выпуск спойлеров. Да. Каких-то классических фильмов. Так это же классический фильм. Да. Но я его вчера посмотрела впервые. И ты ничего про него не знала? Самое забавное, что у нас в «Лектории.Правда» была онлайн-лекция про искусство старителлинга на примере кинематографа. То есть, как правильно рассказывать истории, если ориентироваться по каким-то фильмам культовым. И одним из примеров как раз-таки был побег с шоу Шенка. И на репетициях я говорила ребятам, что типа, вот сейчас начнется спич про это, я отключаю звук, а когда вы закончите, помашите мне рукой. Да. И в итоге я не слышала ничего про сюжет. И на самой лекции тоже была такая история. Мы просто с Эдом в чате списывались, типа, он закончил, он больше не говорит про этот фильм. И в итоге я так и не услышала, что там за сюжет был, хотя там был подробный разбор. Ты не любишь спойлеры? Не люблю. Почему? Ну, потому что это сокращает впечат... ну, не знаю, амплитуду впечатлений. Потому что это только ты фанат спойлеров. А ты наш спойлеры. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я всегда привожу в пример «Темную башню» Стивена Кинга. Не знакомы с этим произведением? Оно «Магнум опус» Стивена Кинга, как он сам про него говорит. Куча книжек, там, типа, штук 8 их, наверное. Смысл в том, что главный персонаж должен добраться до некой «Темной башни». Все 8 книг он добирается. Ну, идет к ней, идет там самыми ужасными способами. Это самый большой спойлер, я так понимаю. Находит кого-то... Самый большой спойлер. Находит там друзей, врагов, кто-то умирает, кто-то рождается. Кто там рождается? Васе не понравится, там рождается... Человек-паук. 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 Я к нему нормально отношусь. Нет, в смысле... Если это то, это маленький мальчик, который может превращаться в паука. Да? Ужасно просто. Для всего этого. Смысл в том, что главный персонаж добирается один, абсолютно потеряв всех своих товарищей, до «Темной башни». Он открывает дверь. Входит туда. И книга заканчивается строчками самой первой книги, где он начинает идти по пустыне и преследовать человека в черном. И это безумно круто, потому что важна-то не концовка, важно вообще вот все. Ну, то есть, это такое колесо сансары. Да, да. Такое есть. Продемонстрировано. Да. И типа, это очень круто. Не знаю. Вот даже зная все, я готов это прочитать еще раз, потому что там все очень круто. Так, здорово. Вообще классно. Это же разное мировосприятие просто. Вот мне, например. А я просто высказал свое мнение. Тебе что, не интересно было? Нет, я не к тому просто, это к вопросу о спойлерах. Ты спокойно к этому относишься, но и относись спокойно. Не надо спойлерить другим. Ну, просто я что-то рассказываю, я рассказываю как логично, основываясь на своем мировосприятии. Для меня это пыль, не знаю, в масштабах вселенной. Ладно, хорошо. Вот, и поэтому тебе я спокойно говорю. Если брать самый популярный сериал, насколько я понимаю, «Игра престолов» все еще остается самым популярным сериалом в истории. Нет? Да. Мне кажется, да. Там было какое-то колоссальное количество просмотров и заработанных денег. Как раз-таки удовольствие, которое люди получали от просмотра этого сериала, заключалось в совершенной неожиданности каких-то сюжетных поворотов, то, что внезапно главные герои умирали, кто-то кого-то убивал, а ты только что смотрел на него и уже планировал за него какое-то его будущее. В общем, удивительный сериал именно этим. И если спойлерить «Игру престолов», то не так интересно будет ее смотреть. И мне кажется, что во многом в принципе популярность этого сериала была в том, что никто ничего друг другу не рассказывал. Ну, по-моему, рассказывал очень много людей. Типа, я помню... Ну, все же избегали этого. Было очень много моментов. Вот это я помню. Я помню, как я старалась не читать твиттер в тот день, когда выходила новая серия, я просто отказывалась туда заходить. Мне кажется, были люди, которые специально по последней 15 минут включали. Я помню эти моменты, когда выходила серия, я помню, вот почему я отказывался тогда от социальных сетей и прочей херней не занимался, потому что ты прям ждешь, сериал вышел, можешь еще перевести, надо я не смотрел на языке оригиналов и вот в эти самые первые моменты не попадал, то есть его переводили там за день вечером, ты его смотрел, например, и ты целый день такой спокойненько, обходим стороной все эти вещи, телефончик, вниз экраном, кто-то там что-то говорит, отошел. Нет, нет, да, и тогда все избегали спойлеров вот так. Ты видишь, как хорошо к этому относишься. Тебе попроще было жить. Мне вот теперь... Я его посмотрел, когда вышла последняя серия последнего сезона? Полтора года назад. Вот тогда я посмотрел все. Да? Сразу? Да. У меня страдания вообще с этим определенные. Удовольствие в том, чтобы вместе с друзьями смотреть каждую новую серию, которая только вышла, и не знаю, я никогда не смотрела футбол в компании болельщиков, но мне кажется, что это примерно похожее чувство. Мы с друзьями снимали частный кинотеатр, знаете, «Спутник» на Покровке, и у нас была прикольная компания, потому что она состояла из иностранцев, которые приехали в Нижний Новгород учиться или работать, и мы смотрели, и мы все разговаривали на разных языках, насмотрели «Игру престолов» на английском с субтитрами, и все собирались в этой маленькой комнатке и просто вместе переживали вот каждую новую серию последнего сезона. И несмотря на то, что последний сезон был, откровенно говоря, так себе, там он просто скатился вниз. Какая половина сериала. Да, но мы получили такое огромное удовольствие именно от взаимной поддержки. Ну, это само собой. И от того, что мы такие, да, она победила, или что-то, а, я уже не помню, что там было. Да, она умерла, класс. Да, или когда убили подругу Дейенерис, опять же. Подруга Дейенерис? Спойлер. Та самая. Та самая, как же ее звали там. Интересный сериал, невероятный просто. Я просто... Не обязательно помните именно спустя полтора года. Читал книжки и когда начал смотреть второй сезон, безумно разочаровался, потому что он какой-то был, ну, не такой суперзрелищный, как вот последние сезоны. Я такой, господи, боже мой. А в книжке там, типа, ну, просто вертеп какой-то творит все очень круто. И такой, ну, и ладно. И типа, стал читать книжку. А потом такой, книжку тут типа, не дописали до сих пор. Я такой, ну, ладно. Большой нелюбитель сериалов, особенно когда они еще выходят, это типа такая тошниловка, ты неделю ходишь такой. Типа, чувствуешь, что ты не доделал что-то. Да, да, да. Не досмотрел. Вот, я люблю типа сесть и посмотреть. Все, конец. И тут ты такой. Нет. Поэтому я вот разом все смотрел. Какой последний сериал вы садились и смотрели прям залпом? А те, которые выпускают на, я не помню, кто начал это, кстати, первым делать. Netflix. Да. Это первым делал. Когда они прям, и все, да, тебе вот готовенько. До этого что-то такого не было. Да, типа, и первые сезоны Черного зеркала тоже уже выходили, вроде бы прям кучей вываливались. Все, ладно. да. Какой-то сериал садился и смотрел от начала до конца последний. Любитель сериалов. Черное зеркало. Хорошо. Хорошо. И Мандаорца. Ну, сначала я смотрел его, я ждал каждую вонючую серию, но потом я еще раз его посмотрел, когда он, типа, весь вышел. Второй раз. Да. И Фарго. Не смогла посмотреть Фарго. Как это мне вот... Я только первый сезон смотрел. Фарго больно смотреть сейчас. Вот он выходит, я такой, блин, так тяжело. Я собрал. Потому что надо ждать неделю. Но мне почему-то, когда я смотрела Фарго, даже было ощущение, что вам понравится Фарго. Вот какая-то у вас атмосфера и энергетика людей, которым может нравиться Фарго. Да, у вас. Ну да, я на тот момент тоже была с вами знакома. И не знаю. Нам уже нравился Фарго, и мы говорили, да, про то, что Фарго нам нравился. что там примерно одинаковая атмосфера какая-то. Ну, чернушно. Да, чернушно очень. Мягко говоря. Чернушно, стильно, классно, но... Модно молодежно. У меня слишком много жестоко. Ну, жестоко, да. А, Фарго слишком жестоко. Для меня, да, я просто могла на это смотреть. Ты смотрела фильм Фарго? Нет. Посмотри фильм Фарго. Ну, говорят, он классный, да. Вот его я посмотрю в какой-то момент, но сериал я просто... Я прочитала в итоге весь сюжет. Для меня это было... Поскольку у меня был интерес, я удовлетворила свой интерес и не стала мучить себя именно просмотром каких-то особо жестоких сцен, которые в Фарго просто были в изобилии. Кстати, очень разумно. Знаете, как я посмотрел первый раз «Бешеных псов»? Ну, это как я познакомился с этим произведением Квантин Тарантино. У меня был ужасно стрёмный интернет. Будет спойлер, да? Нет. Всё уже. Тут уже половина выпуска. Это чисто спойлер. И я не мог его скачать. Интернет был вообще ужасный. Это не еле бы продолжалось. Я такой... Это было давно. Я старый. Хочу, хочу, хочу знать, что же там такое. И я нашёл сценарий, который написал Тарантино прямо вот в тетрадочке. Там всё такое. Но он переведён и всё такое. И вот я прочитал впервые сценарий, но представлял там себе. И самое крутое было то, что когда я посмотрел фильм, спустя года два, наверное, он такой прямо был. Всё суперкруто, всё сложилось. Это очень классный опыт. Да, это очень клёво. Почитать сценарий. И никто что-то до сих пор не читал. Ты читала сценарий? Никогда. У меня до того, как ты начал рассказывать, я хотел бросить, что вот типа читать сценарий это клёвая история. До того, как, например, фильм вышел. Или после того. Без разницы. До того, как сливал это. Это не как книгу, я имею в виду. Это не как книгу читать. Фильм по книге делал. Например, да? Ты прочитал книгу, посмотрел фильм, и думал, да, да, книга лучше. А прочитать типа сценарий какой-нибудь, без разницы, по произведению, или просто свежак. А потом посмотреть фильм, и такой, это прям так же, как я и представлял. И это очень круто, когда вот всё именно так. Да, когда вот всё именно так, да. Ну, мы иногда читаем сценарии в школе, например. Я не знаю, вот если рассматривать «Горе от ума», он же написан как раз-таки в формате, который потом ставится в театре. И считать ты сценарий читаешь, правильно? Я не читал хоть раз сценарий, не, я только пьесы читаю. Это пьеса. Ну, окей. Калантина Таретти. Хорошо, хорошо. Так что ты читал? Так же считай, да. Видимо, мы все читали сценарии. В школе сидишь такой, вот, на, держи тебя, читай пьесу. Пьесу не хочу. Ну, нет. Это не пьеса, это сценарий. Тут же как бы не совсем, типа, тут же есть вот такой формат, и формат именно, ну, какой-то конечный вариант вообще. Пьеса ставится, играют разные актёры, и всё может быть по-разному абсолютно. Тут как бы вот, вот и вот, и всё. Типа тебе может понравиться какой-то определённый актёр, какой-то может не понравиться, тут, ну, немного другая история, мне кажется. Да, кстати, интересно, ну, я, наверное, скажу совершенно очевидную мысль для тех людей, которые занимаются кино. Ну, у одного сценария, соответственно, могут быть, ну, разные интерпретации у разных режиссёров, и здорово получилось то, что ты, как бы, прочитал этот сценарий, вероятно, подстроил свою нейронку под то, что это должно быть в стиле Квентина Тарантина, и потом посмотрел, и ты действительно была так. Но я ничего не смотрел у Квентина Тарантина, это было... А, да? Да, да, да. Тут вообще вот так произошло, что, типа, я вот познакомился вот так с ним сначала, а потом как с режиссёром, как вот с человеком, который создаёт фильмы. Это было круто, да. Просто если бы этот фильм снимал какой-нибудь Джармуш, то это было бы совсем иначе, скорее всего. Да если бы этот фильм снимал кто-нибудь, кто угодно... то это было бы не так. Да. Но там совпало. Получилось вообще клёво. Какая ваша любимая серия в чёрном зеркале? Моя любимая самая романтичная, называется «Убей диджея», ты её ещё не посмотрела. Ну вот. А у тебя? Я посмотрел пару, тройку, наверное, серии. Я дошёл до того момента, как там люди себе что-то записывали. Ну, типа, когда ты всю жизнь видишь, и она вся записывается у тебя. О, это очень жесткая серия. Кстати, да. Там играет этот... из «Руконрольщика». Да, вот она тоже очень крутая. Вот эта серия, да? Нет. Посмотрел только эти, и всё. Ну вот, это тоже очень классно. Вот до того, как он начал говорить, я такой, так, что я тут такое говорю, мне же ещё вот эта нравится. Вот она действительно очень классная. И есть ещё одна серия про Рождество и про... Да, я про неё хотела сказать, она невероятная. С ума сойти. Которая, типа, в несколько частей. Да, 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 да. Это просто супер. Там где... Про маленькую эту... Про маленькую девочку, про малень... Да, там... Типа вот штуку достают из башки. Да. Всё, ладно, мы поняли друг друга. С ума сойти. Я недавно её пересматривал. Типа есть несколько серий, вот я их пересматриваю. С ума сойти. Да. Там, получается, серия состоит... Ну, она длится полтора часа, и в ней по 30 минут уделено каждой истории. Да. Про то, что может быть неэтично переписывать нейронку человека на компьютер, потому что человек разделит, ну, как-то не сможет определить, где его реальная жизнь, а где вот он уже записан, и если издеваться над им записанным, то это будет то же самое, что издеваться над ним самим. Ну, типа, в конце там, конечно, даже есть, типа, ага, ну, круто, да, я же говорил, всё, пока, и ты тут, типа, развлекайся. Ну, да-да-да. Был какой-то, хочется сказать, мысленный эксперимент, но, опять же, я достаю из каких-то недр своей памяти вот эту тему, то, что... Я не помню, что это такое, но суть вот этого мысленного эксперимента заключается в том, что ты представляешь, что вот ты завтра превратишься в двух разных людей, так сказать, и один продолжит жить, как ты сейчас живёшь, а другой умрёт. И вот ты живёшь всю жизнь и не знаешь, типа, завтра ты будешь жить или нет, и ты учитываешь, что, типа, каждый день ты другой умирал, и ты каждый день боишься, что завтра будет как раз-таки твоим последним днём, и ты не знаешь, что ты завтра умрёшь. Честно говоря, я вообще не помню, откуда эта тема сейчас из моей головы вылезла. Может быть, вы напомните мне, что это такое? Нет? Жить в страхе смерти. Ну, это прям какая-то конкретная тема. Я почему-то вспомнил старый фильм с этим, как его зовут? Называется «Пророк». С Николасом Кейджем, да, там, где идёт фильм, а потом выясняется, что, как бы, вот это всё ему привиделось вообще. И он, типа, так далеко предсказал. Он там мог предсказывать только на... Да, 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 а потом выясняется, что, типа, всё не так-то. Это всё просто предсказание большое. Помните, что в какой-то момент Николас Кейдж стал диким мемом? Да. И вот всё, что с ним было связано, почему-то все эти картинки постили и убирали над ним. Но сейчас уже, кстати, никто не вспоминает про этот мем. Я помню даже мем с Киану Ривзом, типа, где он ест, сидит на лавке. Ну, это... Он до сих пор живёт, этот мем. А вот про Николаса Кейджа как-то уже все подзабыли. Тут я должен сделать, типа, вот так, серьёзно, или как там на той картинке был Георгий Ужасный Рожий? Ну, не знаю. Мне кажется, они вот все где-то там в районе 2007-го условно остались. Ну... Не-не-не, зарождалась мемология. Ты что? Они живы, они живы. Ну, понятно. Вот все речки. Скоро всё это воскреснет. Я думаю, что не воскреснет. Воскреснет, воскреснет. Нет. Ну, оно так или иначе будет. Есть родительские анекдоты, которые родителям кажется, что все знают. Они вот взрослые люди, которые прям, ну, вот, очень взрослые, да, они говорят, ну, как в том анекдоте? Помнишь? Чувак, что ты там сделал? И ты такой, нет, я не помню этого анекдота, я не знаю. И знать-то не хочу. Потому что в те годы у этих взрослых людей они были в те времена молодыми, были свои мемы. Вот, да. Да. И анекдоты были их мемами, просто не в визуальном формате, а в том, который они пересказывали друг друга, ружали над этим все, естественно, было так же классно, как нам, когда мы видим про мотылька и лампочку. Мем, это мой любимый мем. Не знаю. А ты там здоровенный мотылёк? Или мышь крадётся. Вот эти все такие вот классные мемы. Я люблю их. Васян, не помню, не помню, кто-то это запустил, короче, всякие стрёмные лица, вот эти все мемесы сами себе. Там же есть какая-то какая-то группа определённая стрёмная. А, да, да. Вот это ок, или тролололол. В общем, очень-очень стрёмная. Это давно было. И это всё давненько, да. Какая-то, короче, не знаю, психопатия преступника на стене. Он, типа, рисовал эти лица где-то. И какой-то чувак это всё увидел, изучил. А есть же ужасные стишочки из дурки. Что-то я такое помню. Только я не помню, откуда я это делал. Никогда не слышно. В общем, все эти мемесы, они якобы пошли из вот этой вот вселенной. Интересно. Мне казалось, что какие-то рандомные люди просто рисовали изображение эмоций. И они заходили. Так и произошло. Но вот я почему-то помню вот такую историю. Может, это просто штука, которая меня пугала. Вася, не используй мемесы, это всё воровская тема. Воровская тема. Ты знаешь, что значит? Воровская тема? Нет. Ну, не знаю, я хотел сказать что-нибудь там. Мемесы? Что там? Нет. Ты знаешь, что значит манул на зоне? Манул на зоне? Ну, давайте про мемологию лучше. Ну, ты не помнишь манулов? Я... Это здоровенный кот. Здоровенный кот? Да. Который в Сибири обитает, да. Который там бесконечное количество шерстинок на один квадратный сантиметр шкуры. Самый тёплый кот в мире. И самый редкий. Вот бы домой. Я... Я думаю, в 2007 году было очень много загуглено это. Купить манулла. Где достать манулла? Шерсть манулла. Шерсть манулла. Шерсть манулла. Манулла, манулла, да. Что ты хотел сказать? Давай вспоминай. Время ещё есть. А, есть крутой сайт? Это вообще супер странно. Когда я знакомлюсь с чем-то интересующим меня до сих пор. Ну, странным, допустим. Услышал я какую-нибудь там супер индастриал группу, про которую там никто не знает. Там, я не знаю, на вокале Сверчок, не знаю, есть такая группа. Я... Мой запрос. Лурк, не знаю, и пишу, типа, название вот чего-то. И самое забавное, я читал, на Лурке есть очень крутая статья про пунические войны. Это безумно интересно. Типа, это для самых дураков. Ты хочешь узнать, что же там происходило, что же, как там, Ганнибал и Рим, что там было. Ты просто читаешь, ты понимаешь все абсолютно. Там, смехуёчки, там, что-то еще. Но в целом, как бы, вот ты получил нужную информацию. Тебе интересно? Ты начинаешь, типа, уже нормальные книжки, не знаю, читать на эту тему. Это... Лурка твой... Ну, это правда классный ресурс. Ну, типа, да. Типа, да. Там есть даже статья, с которой я очень угорала, про восьмой микрорайон Нижнего Новгорода. Ну, вы знаете, что в Нижнем семь микрорайонов, да? Восьмой микрорайонов называют кладбище, потому что это самое гигантское кладбище там. Вот это, кстати, то ли в России, то ли там где-то еще. Это где-то книги, когда я... Нет, это Сормула. Это очень большое кладбище, и там столько приколов про это, и написано как раз этим языком. Давно я тоже это читала, но это было смешно. Я помню, там только про Шаурму. А про Шаурму там что? Про Лур. Там даже ролики какие-то. Это было легендарно. Да, легендарно, и там даже был ролик, где какой-то чувак приехал на Средной, там какой-то пузатый, и у него на спине маркером ввели Шаурму Средного. И потом они начали кататься по городу, и он задирал майку, прикладывали Шаурму, сравнивали, типа, насколько Шаурма Средного больше любой другой в городе. И она была большой, да? Она была сатанински большой, да. Круто. Не то, что сейчас. Вот времена-то, да, были? Да, но сейчас. На вы, когда Шаурма на Средном была хороша, а сейчас нет. Но мы знаем, где хороша. А где хороша? Реклама. Тогда там будут но вы мне потом скажете. Пока здесь на столе не лежит люля-кебаб в лепешке, мы не скажем. А мы в следующий раз возьмем себе просто шаур оттуда, да. Иди потом скажу. Хорошо, договорились. В прошлый раз мы ходили фоткаться на Казе, в этот раз мы пойдем, видимо, на кладбище. В сторону. Почему? Нет, надо сходить за Шаурмой лучше. Это уже поздно. Не поздно ехать на кладбище. Да, сейчас поедем. Поедим Шаурмы и поедим на кладбище. Сначала Шаурма, потом кладбище. Можно совместить. И поесть на кладбище. Да. Но она будет холодной, мы не успеем. Блин, я никогда не ходил на кладбище, типа, знаешь, это не по делу, там, не знаю. Тусить просто. Ну, типа, да. Ну, ладно, я не тусил на кладбище. Нет. Просто ночью тусил на кладбище. Ну, типа, на похоронах. Считается, что я тусил? Ну, тусы есть тусы. Нет, ну, если она до 12, а как сейчас? Да ты, типа, частенько, да? Поминки только до 12. А вот, например, я захотел, я завещание себе составил такое, что вот хочу, чтобы меня... Присветил луны? Да, присветил луны, там, не в 12, в половину, там, второго ночи, и чтобы чуваки тусовались у меня на... Ну, покантуешься, пока не отменят, а потом уже закапывать будут. Думаешь? Ну, да. Блин, я сейчас хотел сказать. Пока не разрешаю. А, а как же история с тем, с традиционными русскими, этими православными похоронами, когда, типа, всю ночь рядом сидят бабки и страдают, как там это называется, отбивание? Плакальщицы. Ну, наверное, да, не знаю. Плакальщицы, почему-то что-то другое, мягкое. Ну, ладно, неважно. Они вроде оплакивают или это совсем другое? Ладно, хорошо. Ну, короче, типа, смысл в том, что бабки сидят ночью у гроба. Так. Ну, вот в первую ночь, там, или во вторую, или в третью. Ну, в общем, смысл в том, что они всю ночь контуются там. Что им теперь делать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, они должны сидеть на расстоянии полутора метров в масках. Хорошо. Как настроено? Прекрасно. Очень приятно с вами беседовать. Правда? Конечно. Прям такой приятный вечерок, как будто пришла просто побазарить с корешами. Ну, нормально. Так сказать. Так это и должно быть. Так и назовем. Базарить с корешами. Побазарить с корешами. Зачем еще? Побазарить с корешами. Да, да. Побазарить с корешами. Побазарить с корешами. И нужно было сниматься. Знаешь, где? Шалух. На Красносельской есть недалеко. Есть очень крутые трубы. На трубах? Прям на трубах. Там как раз тепло, нормально. О, в следующий раз тогда будем снимать на трубах подкасты. Сядем и будем базарить с корешами. А еще лучше на Осроновском кладбище. Там тихо. Не разумеется на Осроновском кладбище. И как бы покушать к чаю найдем что-нибудь там. Конфетки. Конфетки. Блин, я бы хотел тогда в три части снимать. Как мы закупаемся шаурной. Вот этой классной. Потом как мы на трубах сидим поедаем ее. И потом на кладбище. Жизнь прошла. Это как в этом Уильфа и Петрова. Я не помню в каком произведении там типа Остап шел по городу Эн. И там были типа всякие лавочки. Все такое там типа цирюльник. Магаз со шмотками и гробовщик. И там типа такая фраза мол типа такое ощущение как будто в городе человек рождается для того чтобы помыться, побриться, нарядиться и умереть. Обожаю. Ильфа Петров. Помните какие были душевные группы ВКонтакте раньше? Вот например я в 12 лет создала группу ВКонтакте все кто родился 20 октября я приглашала туда людей которые родились 20 октября просто левых у меня там собралось комьюнити из 600 человек которые 20 октября поздравляли друг друга с днем рождения мы все рисовали вот эти вот граффити на стене ВКонтакте писали друг другу с днем рождения чувак у нас были там группы типа ну не группы а обсуждения из какого вы города давайте знакомиться и в общем это было конечно чудесно когда еще стеночка была вот оно первые стоки душевная группа ВКонтакте нормально я у чувака на страничке рисовал граффити и там типа я целую кучу комиксов про какого-то ковбоя нарисовал а потом стены не стал дурок верни стену что дурова еще нужно вернуть мой 2007 он не сможет ничто не сможет к сожалению криптовалюту ему нужно вернуть это точно криптовалюту верни пожалуйста хотят ничего контакт типа это по-моему сейчас какие-то одноклассники ну да уже мало котируется мама я знаю ты будешь смотреть привет я тебя люблю она пишет что мы красивые ты его не выкладывай никуда пожалуйста пожалуйста но пока нет нужно типа потом типа супер провокационный контакт скатился уже давно всем известно все пользуются мессенджерами почему-то да почему-то да не знаю у меня вот есть ничего инстаграм мертвые люди в контакте вытеслили инстаграм в принципе достаточно инстаграм сейчас сделали себе вот это вот мессенджер внутри это классно и все считай больше тебе ничего не надо по сути ну все-таки все вот эти вот каналы в телеграме это вообще отдельная тема которую люди через 10 лет будут так же ностальгией вспоминать как мы сейчас да мы не можем представить что будет через 10 лет какие-то другие будут приколы тебе письмо как тебе Израиль Израиль? да Тель-Авив впечатляющий город конечно это такой у него огромный центр который состоит из разных районов как я успела там изучить его за несколько недель есть такой богатый райончик где на маленьких улочках магазинчики и стрит-арт и все такое есть дальние районы где живут там бедные студенты прибрежная линия там все вообще очень дорого где-то подальше культура какая-то интересная в общем мне очень понравился Тель-Авив тем что это крупный культурный город который находится прямо у моря и ты выходишь к морю и там люди катаются на серфе загорают бегают катаются на великах ты уходишь на 2 километра туда и видишь какой-то европейский город по сути и ну мало где можно увидеть такое сочетание поэтому это конечно впечатающе но там дорого но там вкусно люди там классные не знаю в общем здорово а где люди не классные ну мне кажется везде люди классные естественно просто где-то может быть диссонанс а где-то резонанс у меня с израильтянами не возникло резонанса к сожалению но в целом там классно там много таких же людей как и я то есть я же еврейка частично у меня по галахи отец стопроцентный еврей хотя на самом деле его бабушка еврейка но так как его мама тоже еврейка то он как бы считается евреем вот и соответственно я по каким-то правилам Израиля могу репатриироваться туда мне есть такое право и именно благодаря этому я попала в Израиль по программе Таглит на которую я ездила вместе с другими ребятами в возрасте от 18 до 25 лет и мы 12 дней провели в Израиле нас возили по всей стране и мы смотрели на природу этой страны на 5 разных городов мы поднялись на 3 разные горы там было 3 моря и мы ночевали в пустыне в общем много всего было и после того как основная группа уехала я осталась в Тель-Авиве там одна гулять вот и соответственно в Тель-Авиве я встретила очень много других новых репатриантов и эта страна интересна как раз таки тем что там очень много людей которые живут там не с рождения то есть знаете могу рассказать один классный анекдот который я на самом деле услышала в Кудже как раз таки Андрей Коняев его рассказывал но может знаете про там про туризм райад нет расскажи уже пожалуйста ну в общем привет Андрею Коняеву мужчина попадает в рай и ему там не очень нравится потому что ему кажется что там скучно все светло все такое и он хочет попасть на экскурсию в ад и попадая в ад он восхищается тем как там все весело здорово и задорно и возвращаясь обратно в рай он говорит что хочет переехать в ад потому что там гораздо круче чем в раю и когда он попадает в ад его кидают сразу в самый кипящий котел он спрашивает в чем же дело тут же было так классно ему говорят чтобы он не путал туризм с эмиграцией вот и как раз таки мне кажется что если переезжать в какие-нибудь страны типа я не знаю Испании Нидерландов штатов в меньшей степени ну вы поняли о чем я говорю то там ты будешь как раз таки первым поколением которое переселилось в эту страну и ты все равно будешь немного изолирован от основной культуры вот но если смотреть на Израиль то переезжая туда ты не будешь изолирован от культуры местной поскольку там настолько много репатриантов что есть огромная комьюнити состоящая из них и в принципе государство Израиль очень помогает тем людям которые переезжают туда которые репатриируются и я предполагаю что там ты чувствуешь себя не настолько ограниченным как в других странах но я естественно не могу сказать потому что я не общалась специально с людьми по этому поводу вот поэтому если куда-то переезжать то можно рассматривать Израиль в том числе мне кажется там не так сложно будет а что еще можно рассматривать по твоему ну я бы рассматривала для себя те места в которых мне было бы легко например страны где говорят на немецком языке я могла бы переехать туда потому что я говорю на немецком языке вот можно было бы переехать в страны типа Канада и Штатов но я была в Штатах и не могу сказать что мне там как-то понравилось вообще меня очень пугает то что если например в 17 я могла спокойно тусить с иностранцами и очень много времени с ними проводить и не чувствовала какой-то разницы в культурных кодах то сейчас я прям чувствую что мне гораздо комфортнее общаться с русскими людьми когда есть альтернатива общаться там с иностранцами и с земляками мне почему-то интереснее с земляками именно из-за того что вот есть вот этот культурный код который вложен в нас и во многом это как раз таки русский интернет это мемы это какие-то видосы которые мы посмотрели это блогеры тоже которых мы смотрели на которых мы подписаны и соответственно с ними есть о чем поговорить и эмоций больше от этого слово земляк у меня только одни ассоциации к сожалению вызывают это вот не знаю ребята которые когда ты идешь по улице и куришь кричат земляк дай закурить все такое да но мне так не кричали земляк дай закурить окей окей хорошо по таймингу у Василия Васильевича вздох да у меня каждые 15 минут ты заканчиваешь что-то я говорю мерзкую шутку Василий Васильевич вздыхает с рассказом так я должна что-то рассказать ты говоришь мерзкую шутку и Вася вздыхает и на этом надо было сценарий написать чтобы мы все читали сейчас тема 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 все мы хорошо покумекали Полина спасибо что пришла спасибо за рыбу прикольно приходи еще спасибо за просмотр